Важно, чтобы все это очень четко увидели. Очень важно, чтобы вы все стали очень хорошими наблюдателями. Все окажутся в выигрыше, вы будете в выигрыше, клиент будет в выигрыше, и нам вы нужны. И вы, если вы внимательно наблюдали, что вы увидели в нее? Ты увидел? Да? Насколько минут? Нет? 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 Владом Ноги не 평 seriously было видно. В таком случае проявляется, что кто-то другой должен сделать что-то, чтобы она, бедняжка, обрела маму. И должна ли была ей что-то давать? Хотела вообще она от меня что-то? И может ли, позволено ли мужчине что-то делать? Когда абсолютно ясно, что здесь что-то перемещается, смещается. Лучше всего использовать психотерапевтическое выражение. В этом случае, когда он не попадает в контрперенос, то есть, когда он не попадает в контрперенос. Это очень важно. Потому что клиент чувствует, что ему так и не удалось с этой помощью дойти до того места, куда он хочет попасть. И это должно уложиться в голове, а лучше сказать в сердце. Психотерапия Реализует лишь пять процентов возможностей, которые предоставляют семейные расстановки. Семейные расстановки – это намного, намного больше. И семейные расстановки – это не метод, который можно изучить методически. Семейные расстановки – это требует внутреннего роста, внутреннего раскрытия. И если я это понял, то, что каждый из вас может понять законодательства, законы, порядки, их использовать. И ему гораздо меньше нужен будет расстановщик. Если, например, мне предстоит развод с мужем, и я говорю, да он такой нехороший человек, то я могу завершить эти отношения, начать новые и завершить те также. Или я могу сказать по-другому, какие же законы я в действительности нарушила. Какая игра здесь разыгрывается. И вот тогда на повестку дня выходит ответственность самого себя за свою собственную жизнь. Вот что здесь является основным понятием. И тогда уже не нужен семейный расстановщик для того, чтобы бороться с тем другим, с кем-то другим. И если кто-то борется, то это значит лишь, что он болится. Если мы будем делать с тем, то это значит, что мы будем делать. Мы вместе являемся сильными. И вместе мы движемся вперёд. Те громадные универсальные магазины, в которых существует масса отдельных бутиков, намного сильнее и продуктивнее, чем маленький магазинчик, стоящий на углу, одиноко. Я внесу одну поправку, я просто раздумывала, правильно мы услышали или нет. София сказала тогда, одному расстановщику не нужно бороться против другого расстановщика. Просто это не совсем ясно прозвучало. Речь идет о борьбе между расстановщиками. И евреям это было всегда известно. Они никогда не боялись конкуренции. Вот эта улица усыпана золотом. Один магазинчик рядом с другим. Все магазины в этом районе занимаются золотом. Следующая улица это сплошные бриллианты. Никакого страха перед сравнением. Почему же нет? Потому что каждый человек притягивает к себе именно того, кто ему в данный момент нужен. И никого другого. И я не нуждаюсь в рекламе. Потому что если я рекламирую, то я получаю клиента, но может быть на один раз. Потому что зайдя, он поймет, что искал кого-то другого и пойдет его искать дальше. Берт hat einen wirklich aussageкрефтigen сатс креиров. И он heißt, Берт создал действительно очень мощное предложение. И это предложение звучит. Потому что мы действительно не знаем, что делать с ситуацией, когда кто-то подходит и говорит, не могли бы вы мне посоветовать хорошего семейного расстановщика. Потому что он просто завален этими запросами. Грундссетски нет, конечно, никогда. И это предложение Берта звучит так. Ты найдешь того расстановщика, который тебе нужен, которого ты заслуживаешь. И если ты найдешь хорошего, это значит, что ты заслуживаешь хорошего. И если ты найдешь такого, который уведет тебя прочь от твоей проблемы, значит ты именно такого и хотел. Потому что семейная расстановка оказывает воздействие в течение месяцев и лет. Но мы приучили, что лишь то, к чему мы можем прикоснуться, то я к этому отношусь еще серьезнее. Если мне еще кто-то страшно, то я к этому отношусь еще серьезнее. Но это значит, что я уже давно сбился с пути, иначе никто бы меня не напугал. И семейная расстановка – это хирургическое вмешательство на духовном уровне. Но насколько опаснее это вмешательство, чем вмешательство на физическом уровне. Потому что вчера мы видели с его расстановкой. Все взаимосвязано. И вот это погружение в реальность, в виртуальную реальность – это то, что происходит на наших уровнях. Вчерашняя твоя расстановка стоила мне почти бессонной ночи. Но, как правило, я могу это стряхнуть и выхожу из этого, забыв. Вчерашняя твоя расстановка стоила мне почти бессонной ночи. Но, для тех, кто наблюдал внимательно, есть над чем подумать, задумавшись о себе и о детях. Когда Екатерина стояла перед ним, что ты делала около него перед ним? Сначала ты к нему прижималась, ты проявляла любовь, ты как бы соблазняла, а потом она оказалась внизу. И она его держала. Она кричала. Она хохотала. Она хохотала. И в этой связи проявилось то, что притягивает, то, что заманивает, то, что сводит сума. Она хохотала. Она хохотала. Она проявила вот эти черты безумия абсолютно ярко, в этой интернет-фабиле, в этих компьютер-спелях. То, что управляет вот этими компьютерными играми, вот этим виртуальным миром. И это то духовное поле, где люди втянуты во влияние. И это то, что мы не видим. Мы не в состоянии это сделать. Только на основании этого мы утверждаем, что их нет. Почему кто-то спотыкается, идя по ровной дороге? И ломает ногу. Кто подставил мою ножку? Нет. В этом доме, в отеле. Я взяла свечу и поставила ее на подоконник. Он проникал его для того, чтобы он освещал путь всем тем душам, которые еще не нашли своего пути домой. И через полчаса началась информация на информацию. Одна информация за другой. И в первую очередь в Японии не будет больше всего. Часть, большая часть молодежи в Японии не принимает участие в жизни, в реальной жизни. Они живут в своем доме, в своей комнате. Им нужен только их компьютер. У них есть свои собственные виртуальные друзья, которых они сами создают и строят составляющие. У них приступы паники, страха. Они не покидают квартиру. И ежедневно. Сотни самоубийств. Кто питается этими молодыми людьми? И когда мы вчера это начали здесь, я сказала, Анне, выключи, пожалуйста, кондиционер. Она сказала, нет, кондиционер выключи. Я сказала, ну здесь же ледяной ветер, который идет на мои ноги. И все сидели, было ощущение, что у нас будет кондиционер. И все сидели, было ощущение, что у нас будет кондиционер. Они нужна помощь. И они не знают, где. И нигде в мире нельзя об этом говорить. Ты просто становишься безумным, если ты об этом говоришь. И тем не менее проявилось, если у нас есть решение для тех мертвых, которые окружают человека, и они могут найти свой путь, то этот человек исцеляется. Он становится успешным. Он начинает принимать участие в жизни. Я не хочу слишком далеко углубляться в это. Семейные расстановки это больше, чем метод. Это намного больше, чем мы представляли себе до сих пор. Семейные расстановки применяются в школах. Например, можно изучать математику и методы семейных расстановок. Физику, химию. Детям не нужно ничего учить. Таблица Менделеева демонстрируется на примере семейных расстановок. Это группы, которые вместе принадлежат. Их нельзя разорвать. И удивительно, что сегодня группа изменилась. Сегодня основное чувство, которое царит здесь, лут, ярость, агсть и страх. Это огромный прогресс. И это огромный прогресс. В сравнении с вчерашним днем. От апатии и этого чувства быть мертвым «Лебен» не означает «Я еще здесь, этого недостаточно». «Лебен» означает «Активно принимать участие в жизни с радостью». Как я принимаю участие, если я стою перед мамой и ничего не ощущаю? Я разделена. Как я снова восстановлю эту связь? Не расстановщик. Нам приходят люди, которые говорят «Я уже десять раз расставлял свою маму». Ко мне подошла одна дама и сказала на семинаре «Ну, знаешь, мы как коллеги, расставь тут, ладно, для меня». «Я же ответила, что я никогда не планирую расстановку заранее». «Я уже не так. Я иногда 52 лет old и хочу знать, об маме или ребенке, и я требую вас. И она сказала, что «Ну ладно, что ты это? Мне 42 лет. Мне очень надо. Мне нужно что там, ну что там, дети, мне это все надо быстренько узнать. Ну типа давай сделай, ну». И тогда я ей сказала, «Дорогая, знаешь что, я думаю, ты начнёшь со своей мамы». Тогда она стала вот так. И она закричала на меня, «Мне что, в десятый раз расставить свою маму на твой вопрос?» Все всегда крутится вокруг одного и того же. И тот, кто не врос в это поле мамы, тот, кто не может принять маму такой, как она есть. И даже если она как мама вообще ничего не сделала, она просто родила меня. Но что мне больше нужно-то? Что? Каким-то образом я выжил, так получилось. И что мне теперь вернуться и рассказать, какой она была дурой? И ещё раз. И снова. Что изменится, если мне сегодня уже 50 лет? Что эта ситуация изменится, будет иначе, чем была? Нет, она останется такой, какой она была. Почему я отдаю свою энергию назад? После этого я не требую ничего, потому что я не могу изменить маму. Все. Штат. Есть. Она так, как она есть. Может, кому-то повезло, и все было так, как он хотел, Но, может быть, в конце концов выяснится, что это все-таки не было счастья. А кто-то другой, у кого, может быть, вообще не было мамы. Если он может с этим согласиться, принять это, моей мамы для меня не было. Может случиться только одно, что-то, чего он боится всю свою жизнь. Поднять эту боль, то, что сохранено в каждой клеточке тела, снова вытащить его на поверхность, всю эту боль. И если я посмотрю на эту боль и скажу, да, сегодня я уже ничего не могу изменить в этом. Мой план жизни, мой жизненный план, моя мама нуждалась в нем именно так. И если мне это удастся самой собой, мне, матери, тогда есть шанс у моих детей. Иначе это идет бесконечно дальше. Ты вместо меня. Потому что я, мама, мне ничего не надо делать, я и так хороша. Конечно, ты хороша. Но тогда и позволь своей маме согласись с тем, что твоя мама была хорошей. В соответствии с обстоятельствами она дала все, что она могла дать. Абсолютно все, то, что она была в состоянии дать. А может быть тот, у кого было самое прекрасное детство. Может быть именно ему предназначено взять на себя что-то очень тяжелое в семье. И поэтому с ним так носились, и качали, и охраняли. А дети, у которых так называемые ужасные родители, но которые могут сказать им да, а им все удается. И они приводят к чему-то. Потому что все, чего они добились, они добились сами. И это имеет значение. Поэтому забудь о своем наследии и наследстве. И забудь, пожалуйста, сейчас в 50 лет про какой-то ваучер, который тебе должны были возвратить твои родители, тебе 5-летнему. Таким образом мы можем сделать с мамой 10 расстановок, 20. Что в конечном счете происходит с этими людьми? Их энергетическое тело в ведро с помоями. Ужасно. Больше ничто не находится в норме. И причина любого заболевания, беспорядок в духе. Поэтому все, что у меня есть в духе, в моем духе, я могу навести там порядок сам. И если я смотрю, почему столько людей здесь сейчас плачут. Они возвращаются в эти образы того времени, как это было тогда ужасно. И остаются там на всю оставшуюся жизнь. И что мне с этим всем делать? Я взрослая. Силой своей мысли. Я могу сказать, моя мама правильная для меня. Вопрос вообще не стоит, правильная ли она. Она единственная, иначе меня бы здесь не было. Для этой большой всеохватывающей силы она была достаточно хороша для меня. И если я говорю, ты недостаточно хороша для меня. Потому что ты покинула меня, потому что ты умерла, потому что, потому что, потому что, потому что. Мама, этим не было я, чего я добился, что я сделал, каким я стал. Ты попробовал посмотреть на это положительно? Нет, это не нужно. Это не нужно. Это будет не нужно. Потому что ты должен себя сделать. Нет, на это внимание не обращается. И это никому не нравится, потому что тебе приходится делать что-то самому. И, так сказать, у меня был я. И тебе до сих пор было отказано в том пинке под задницу, в котором ты давно уже нуждаешься. А именно моя единственная. Если бы не она, меня бы здесь не было. И она была такой, какой она была. И она была так, что у меня был я. И до тех пор, пока я стою перед моей мамой вот так. Софи так стоит перед мамой, ты мама сейчас. Что она еще должна дать сейчас, чего она еще не дала? Что должен дать отец, чего он еще не дала? Оставь своих родителей в покое. Есть они, живы они или нет? Есть они рядом или нет? И это гораздо хуже, если они уже умерли. Ты рассказываешь, что они были непрерывно. Ты рассказываешь, какие они были плохие. Нас дофтит олтенрулы. Оставь покоя мертвых. А потом еще ходишь, идешь на могилу и ложишь там что-то. Какая глупость. Их нет там в гробу, в могиле. Жизнь не разрушима навсегда. Она только трансформируется. Жизнь наступает только тогда, когда вступает смерть. Проявляется смерть. Это значит, что жизнь нуждается в смерти. А смерть нуждается в жизни. Без смерти нет жизни. И если я говорю, что одно лучшее, другое хуже. Конечно, мы здесь хотим сказать, что жизнь лучше. Но жизнь требует чего-то другого. Растительное существование – это что-то тоже другое, отличное. Семейные расстановки – это не метод. Это хирургическое вмешательство на духовном уровне. И одна расстановка оказывает воздействие минимум 10 лет. Имеет свое влияние. И на всю оставшуюся жизнь. Ты высвободил энергию, которую ты никогда не сможешь вернуть обратно. Никогда. Никогда. Растительное существование. Продолжение следует...